Добрый день! В эфире телеканала CBC, Финтаймс и Краборен 21. Я Фарида Ашралова и рассмотрим основные темы нашего выпуска. Поэтапное повышение минимальной заработной платы будет продолжена. Стратегия занятости на 2020-2025 годы. Международная организация уверена в устойчивости экономики Китая. Тем временем число жертв коронавируса близится к 1400 человек. Ежемесячный доклад ОПЕК. Прогноз по спросу пересмотрен в сторону понижения. Президент Ильхам Алиев подписал указы об утверждении соглашения по сотрудничеству между правительством Азербайджана и Европейским банком реконструкции и развития в связи со счетом сотрудничества. Указ утверждает соглашение между сторонами, подписанное в Лондоне 22 ноября прошлого года. Осуществление пунктов соглашения поручено Министерству экономики. МИД Азербайджан уведомит о выполнении внутригосударственных процедур для вступления в силу соглашения. Ильхам Алиев также подписал указы об утверждении соглашения между Азербайджаном и ЕБРР о пожертвовании в связи с участием страны в региональном фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде. Накануне президент Азербайджана также подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий по осуществлению стратегии занятости на 2020-2025 годы. Как отметили в Министерстве труда и социальной защиты населения, предполагается поэтапное повышение минимальной заработной платы, создание онлайн-портала для карьерного роста, повышение уровня занятости населения. Кроме того, в рамках стратегии будут рассмотрены такие вопросы, как повышение качества рабочей силы и пересмотр трудовых стандартов. Занятость молодежи, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья и социально уязвимых групп населения отражены в стратегии занятости. Их интеграцией на рынок труда займутся новые центры по профессиональной реабилитации, а также программы инклюзивной занятости. Среди целей программы на 2030 год снижение уровня безработицы до 4%, доведение официальной занятости до 80%. В 2019 году распоряжением президента Азербайджанской республики минимальная заработная плата была повышена более чем на 93% и достигла 250 монат. И эта минимальная зарплата будет периодически пересматриваться и повышаться. Это очень важный момент, потому что здесь предполагается совершенствование системы профессиональной подготовки, курсов по профессиональной подготовке. Увеличение количества региональных центров, которые входят в систему Министерства образования. Это разработка новых обучающих программ, модульных программ и так далее. Это комплексные мероприятия направлены именно на повышение квалификации на рынке труда. Обеспечение налогоплательщиков кассовыми аппаратами нового поколения будет завершено к концу 2022 года. По сообщению Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана, к установке новых кассовых аппаратов приступили еще в прошлом году. С целью контроля денежных потоков и сокращения теневой экономики. Весь процесс состоит из четырех этапов. Первые два из них за 2019 год исполнили на 91%. В текущем году начался третий этап установки новых кассовых аппаратов. Работы выполнены на 17%. До 31 декабря 2022 года планируется, что все объекты розничной торговли и общепита будут оснащены новыми кассами. Американские фондовые индексы завершили торги снижением на данных о росте в Китае числа случаев заболеваний коронавирусом. Об этом мы поговорим чуть позже в наших следующих выпусках. В настоящее время внимание экспертов приковано к избытку ликвидности, что толкает рынки Соединенных Штатов к рекордным значениям. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут. Индексы Японии сегодня под давлением из-за слабой финансовой отчетности Ниссан. За 9 месяцев 2019-2020 года у компании чистые убытки. Ухудшены прогнозы. Акции компании падают на 9,5%. Железные дороги Грузии и Азербайджана разработали постоянно действующие сезонные и сквозные тарифы для транзита туркменской нефти. По данным на официальном сайте грузинской железной дороги, тарифы разработаны на уровне морского маршрута «Волгодон», что позволит круглый год конкурировать с этим маршрутом. Стороны подписали протокол, наметили дальнейшие планы по сотрудничеству. Отметим, что Грузия рассматривает продажу права на перевозку частным компаниям, оставив себе лишь инфраструктурную составляющую железной дороги. Накануне ОПЕК, оценив состояние распространения коронавируса, пересмотрел оценку роста спроса на нефть. Таким образом, новый прогноз компании составил 20 тысяч баррелей в сутки меньше по сравнению с предыдущим докладом – до 910 тысяч баррелей в сутки. В текущем году ОПЕК прогнозирует снижение роста спроса на 230 тысяч баррелей в сутки до 990 тысяч баррелей в день. Непосредственно спрос на нефть в текущем году составит 100,73 миллиона баррелей в сутки. Эксперты организации считают, что вирус в Китае в первом полугодии этого года снизит спрос на нефть в стране на 200 тысяч баррелей в сутки, что приведет к уменьшению роста мирового спроса на нефть в этот же период на 400 тысяч баррелей в день. Цены на нефть меняются разнонаправленно. Рынок остается под влиянием распространения инфекции. Но проблемы спроса на нефть в основном касаются Китая. А для влияния на мировой спрос ему нужно распространиться дальше, считают эксперты. Рост спроса на нефть в 2020 году снизится на 365 баррелей в сутки до 825 тысяч баррелей в сутки, прогнозирует Международное энергетическое агентство. Таким образом, мировой спрос на нефть в текущем году может составить 101 миллион баррелей в сутки. Появление коронавируса оказывает влияние и на спрос, и на нефть, говорится в отчете. Агентства, аналитики сообщают, в первом квартале текущего года мировой спрос сократится на 1,1 миллион баррелей в сутки, до 345 тысяч баррелей в сутки во втором квартале. Поскольку Китай покупает более 70% нефти у стран ОПЕК+, некоторые производители уже ощущают влияние резких сокращений спроса в Китае. Также испытывают трудности среди стран не ОПЕК Бразилия, так как 60% ее экспорта предназначены для Китая. Ожидается, что в третьем квартале 2020 года мировой спрос на нефть нормализуется, увеличившись на 1,5 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении. Это были главные новости мира финансовой энергетики. К этому часу оставайтесь на CBC. До встречи в 18.30.